Пишем задачи из открытого банка заданий ФИПИ по математике на тему трапеции и ее свойства. Перед нами трапеция. Обозначим ее АВЦД. Основание нашей трапеции равны 10 и 11. Нам нужно найти больше из отрезков, на которые делит среднюю линию этой трапеции одна из ее диагоналей. Давайте обозначим среднюю линию как МН. Мы знаем, что средняя линия – это отрезок, соединяющий средину боковых сторон. То есть эти кусочки у нас равны. Но по свойству средней линии, средняя линия параллельна основаниям и равна их полусуме. Значит, отрезок МН, соответственно, параллельна отрезку ВС и отрезку АД. Тогда по теореме Фолеса средняя линия пересекает нашу диагональ, например, в точке F. Значит, отрезочек АФ будет равен отрезку ФС, используя теорему Фолеса. А теорема Фолеса считается так. Параллельные прямые – это прямая ВС и прямая МФ, пересекающие стороны угла ВАС и отсекающие на одной стороне равные отрезки, отсекают равные отрезки и на другой его стороне. Нам нужно найти большее из отрезков. Больше из отрезков – это будет именно отрезок ФН. В данном случае это будет средняя линия треугольника АСД, потому что основание большее – 11, а меньшее основание – 10. Но так как наше основание равно 11, значит, ФН – это средняя линия треугольника, она будет параллельна основания и равна половине. Мы одну вторую умножим на 11, и у нас получается 5,5. Записываем ответ. Больше из отрезков – это отрезок ФН, он равен 5,5. Решим следующую задачу. Трапеции ПЕМД с основанием ЕМ равное 1 и ПД равное 1,5 проведены диагонали ПМ и ЕД, которые пересекаются в точке О. Нам нужно найти отрезок ОД, если отрезок ЕД равен 4. Рассмотрим треугольник ЕОМ и треугольник ДОП. Что мы видим у наших треугольников? У наших треугольников угол ЕОМ равен углу ДОП по свойству вертикальных углов. Но так как у нас ПЕМД – трапеция, то по определению трапеции мы имеем пару параллельных сторон. Значит, сторона МЕ параллельна ПД при секущей, ну, возьмем секущую ДЕ. А если эти прямые параллельны, то вот этот уголочек 1 будет равен уголочку 2. Это накрест лежащие углы по свойству параллельных прямых. То есть угол 1 равен углу 2. Следовательно, наши треугольники ЕОМ и ДОП подобны по двум углам. Напишем это, что треугольник ЕОМ, как я иду, 2 дуги, 1, где нет ничего. Точно такое же направление обхода будет во втором треугольнике, потому что в подобии это очень важно. Подобен треугольнику ДОП по двум углам. Но если треугольники подобны, то сходственные стороны пропорциональны. Первая ко второй, первая ко второй, вторая к третьей, вторая к третьей, первая к третьей, первая к третьей. Значит, у нас тогда получается, что отрезок МЕ относится к отрезку ПД точно так же, как отрезок ЕО относится к отрезку ОД. Так как отрезок ЕД у нас равен, соответственно, 4, а нам нужно найти отрезок ОТ, я его обозначу за Х. Тогда отрезок ЕО по свойству измерения отрезка будет 4 минус Х. И у нас получается, что 1 поделить на 1,5 будет равно 4 минус Х мы делим на Х. Используя свойства пропорции, у нас получается, мы 1,5 умножаем на 4 минус Х, и все это равно Х. Раскрываем скобки. 1,5 на 4 – это 6 минус 1,5 Х и равно Х. Перенесем в правую сторону, у нас получается, что 2,5 Х равно 6. Отсюда следует, что Х равен, мы 6 делим на 2,5. И в результате получаем 2,4. Записываем ответ. Наш отрезок ОД равен 2,4. В решении данной задачи мы использовали тему подобных треугольников. Решим следующую задачу. Основание трапеции, обозначим ее, пусть это будет трапеция АВЦД, равны 27,9. Значит, ВЦ пусть будет 9, а Д у нас 27. Буковая сторона равна 8. И известна площадь трапеции, которая равна 72. То есть площадь нашей трапеции АВЦД равна 72. Нам нужно найти острый угол трапеции, который прилежит к данной боковой стороне. Используем максимально те условия, которые нам даны. Мы знаем, что площадь нашей трапеции равна произведению полусуммы оснований 1,2 ВЦ плюс АД и умноженное на высоту. Давайте проведем эту высоту. Это будет высота ВН, то есть умноженная на ВН. Подставим в эту формулу. У нас получается 1,2 ВЦ9, АД 27. А ВН мы не знаем. Но мы знаем, что площадь равна 72. Значит, наша задача решить данную равнение. 1,2 мы умножаем на 36, умножаем на ВН и равно все это 72. Получается, что 18, умноженное на ВН, равно 72. Значит, наша высота трапеции равна 72, мы делим на 18. То есть ВН равно 4. Нашли высоту нашей трапеции. Но если мы посмотрим на наш треугольник АНВ, который является прямоугольным, то в нашем треугольнике мы знаем противолежащий катет ВН и гипотенузу 8. Тогда используя соотношение в прямоугольном треугольнике или используя свойства прямоугольного треугольника, так как катет против этого угла равен половине гипотенузы, то есть гипотенуза в два раза больше, чем наш катет, то против этого угла лежит угол 30 градусов. Соответственно, наш угол А будет равен 30 градусам. А в ответе мы запишем число без градусов, поэтому отверт, данный угол равен 30 градусам, то есть мы пишем 30.